Итоги прошедшей недели подведены в администрации. О них доложили руководители управления и ведомств округа. Оперативная обстановка, вопросы пожарной безопасности и объявления победителей различных конкурсов стали основными темами совещания. 1950 раз жители обращались в полицию на минувшей неделе. По заявлениям правоохранителя возбудили 29 уголовных дел, из которых 25 раскрыто по горячим следам. Кроме того, на территории межмуниципального управления участились случаи мошенничеств с пенсионерами, а также произошли резонансные преступления. В Красково улице лесной тупик, там молодой человек убил дедушку, чуть не поздорили, дедушка ругался на нее, тот занимался. И также было разбойное нападение на дом, которое все читали и видели в интернете, в городе Котельники, в одном из коттеджевых поселков. Так что будьте, кто проживает в своих домах, будьте внимательны, также ставьте сигнализацию. Гораздо спокойнее с пожарами. На минувшей неделе люберецким огнеборцам предстояло потушить всего один. 12 марта город Люберцы, поселок Марусино, улица Заречный, дом 33, корпус 3. В 3 часа 10 минут на леченой клетке мужчину с неподушенной сигаретой. В результате загорелись личные вещи, на нем одежда и с ожогами 30% тела было доставлено в Берецкую городскую больницу. Технологических отключений электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения не было. Запланированные работы по замене лифтов выполнены в полном объеме. Ремонт подъездов. В текущем году в городском округе Люберцы планируется отремонтировать 470 подъездов. На март план 72 подъезда по ремонту. Уже выполнено 26 подъездов. В работе находятся 15 подъездов. Всего в городском округе отремонтировано с начала года 71 подъезд. Стало известно, что подъезд Люберец, расположенный в 18 доме на Московской улице, занял второе место на областном этапе конкурса на лучшую входную группу. Также объявили двух победителей конкурса на звание системообразующего предприятия. Приведенный конкурс по поддержке системообразующих предприятий в прошлом году позволил выявить два предприятия системообразующих. А это такие предприятия, на которых работает больше 200 человек, у которых объем отгрузки больше 200 миллионов рублей и которые работают в промышленном секторе. Два предприятия, гонеческое предприятие «Полет» и предприятие «Тензен» выиграли данный конкурс. Это люди, которые сделали бизнес из чистого листа. То есть у них была идея, мысль и пошагово они сегодня превратились, одни из крупнейших предприятий на территории, достаточно успешно работают. Руководителям предприятий вручили сертификаты на 30-процентную льготу по земельному налогу. Анна Троян, Валерий Абсолянов и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Мария Антонова и вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий. Субтитры сделал DimaTorzok